Министр 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 И руки нежные твои Струятся, как ручьи Они текут, творя добро Они пока ничьи Манят пришельца два ручья Чтоб он набился в сласть Я только выбрать не могу В котором припасть Вотреби, вотреби, вотреби Вотреби, вотреби Как ползин досыпал Устрей Твои глаза, твои глаза Высоких два окна И люди говорят, что в них Любовь ко мне видна Я на цыпочки предстал, Чтоб выше стать чуть-чуть Я только выбрать не могу В какую я загляну Вот перед ней Вот перед ней Вот перед ней Какую трень Рассыпал министрель Идет по свету министрель Поет нитра-ля-ля Он песню бережно Несет про дочку короля За что бродячий министрель Ей стал однажды люд Пускай узнает вся земля Узнает добрый люд Как перед ней Как перед ней Как перед ней Рассыпал трень Бродячий министрель Как перед ней Как перед ней Как перед ней Рассыпал трень Бродячий министрель Бродячий министрель Бродячий министрель Бродячий министрель На шелью наденешь Ни одна болезнь Не возьмет Порошок молодильный Из Вавилона Один порошок проглотишь На пять лет помолодеешь Два порошка На десять Один порошок Кому лекарства От любого хворя От любой хвори Ну Эй Старик Давай помогу тебе А что со спиной? Болит? Одна А что со спиной? А у меня теперь болезнь. Старость. Ну, не расстраивайся, отец. Есть у меня средства от этой беды. От старости только одно средство. Могила. Вот мой дом. Так, ну-ка, погоди. Вот это. Молодильный порошок из Вавилона. Из Вавилона. Ну, погляди на меня. О, каждые пять лет я принимаю этот порошок. О старости не думаю. Не врешь, парень. Помолодею. Ну, если не помолодеешь, то, по крайней мере, спина пройдет. Ну, давай два порошка. Молодеть так со старухой вместе. Ой. Ну, чего тебе? А у тебя нет средства от глупости. Кто глуп? Ты, что ли? Да говорят, что не скажу, все смеются. А ты молчи. Тогда за умного сойдешь. Не могу. Не могу. Слова сами так и лезут из меня. А все хохочут. А все хохочут. Так. Придется помочь. Есть у меня средства. Только дорогое. Десять грошей порции, а тебе, я думаю, меньше дюжины не поможет. Да у меня отец богатый. Да. Вот, каждый день принимай по одному. И скоро к тебе весь город будет за советами ходить. Угу. Только начинай завтра. Понял. Два озера, двои глаза, я в них охочу путь. Я просто выбрать не могу, Я покуда жив. Но я, как песни соловей, Перед тобой не лжи. Вот перед ней, вот перед ней, Вот перед ней, Какую древнюю сыпь мне не стрел. Аплодисменты. Индийский камень от любой хвори. На шею наденешь, Ни одна болезнь не возьмет. Молодильный порошок из Вавилона. Один порошок проглотишь, На пять лет помолодеешь. Эй! Ну-ка, погоди. А если у человека ноги не ходят? У тебя есть такое зелье, Чтоб ходили? Ну, ноги есть, будет ходить. Ноги есть, да не ходят. Средство такое есть, Только дорого возьмем. Дорого? Сколько? Десять. Десять? Десять поцелуев. А! И один в придачу. Только и всего? Да хоть сто. Не вздумай, правда, Его целовать, Тодорка. Еще чего не хватает. Ну, первого встречного целовать. Не вздумай. Да, это ж не по-настоящему. Раз. Три. Пять. Я сама считаю. Мошенник! Негодяй! Ты какие мне шарики продал? Шарики? Ах, шарики! От глупости. От глупости. Да это козьи какашки. Я носил, отплевался. Ну, вот видишь, Только начал лечение, А уже поугнел немного. Ты что думаешь? Я такой дурак? Я не такой дурак! Пойди прочь! А ну! Отдай деньги! О! Чего? Ну, погоди, мошенник! Поцелуи вернуть? Господа офицеры! Господа офицеры! Помогите! Помогите, господа офицеры! Меня обманули и ограбили! Господа офицеры! Помогите! Вот он! Мошенник, негодяй! Хватайте его! Хватайте его! Господа офицеры! Хватайте его! Хорош! Из тебя выйдет отличный солдат! Идет война, И царю нужны крепкие парни! Пошли! Пошел! Господа! Я вовсе не хочу воевать! На войне могут убить! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А кого мы ищем? Надо забрать того парня, что драл на карете! А? Он здесь где-нибудь? Принимал ли ты лекарства, которые я тебе дал? Я делал все, что ты приказал. Пытался ли ты встать, как я тебе приказывал? Ноги не слушаются меня. Возили. Тогда я заставлю их послушаться. Ты здоров. Это, говорю тебе, я. Царский лекарь Возили. Встань! 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 Иди! Хожу Чудо Хожу Иди, иди Хожу Хожу Нет, это чудо Это не чудо Это искусное лечение Подождите, я знаю, как вылечить матушку Козьими какашками, да? Вру, несчастный Есть лекарь, настоящий Кто такой? Вазилий А ты знаешь, сколько он берет за лечение? Пожалуйста, возьмите На твои жалкие гроши он смотреть не будет Он же лечит самого царя и его придворных Так, ну, все сначала, встала, спину держишь, держишь Так, хорошо, пошла рука, рука пошла Умница Теперь книзу, книзу, книзу Тогда я знаю, что делать Книзу, книзу И верь Я сам вылечу матушку Так Я наймусь в ученики Квазили И стану настоящим лекарем Скорее небо упадет на землю Он даже слугу держал, глухонемого Чтобы тот его секретов не выдал Умер слуга Так он теперь другого ищет Глухонемого? Да, глухонемого Хм, хитер возили Я все-таки вылечу матушку Даже если небо упадет на землю, я сдержу свою клятву И еще Я женюсь на тебе Потому что ни одна девушка не нравилась мне так сильно, как ты Ну, гоните же его Гоните Дурочок Глухой Слушайте, теря Дурочок Духа не мой Ну, пень глухой Глухой Остатки больного Нарзавший Остатки больного Сотрешь еще мельче Что было, как Пыль, как прах Как учит великий Кухунг Открывший секрет бессмертия Эх, если бы ты знал, парень Сколько золота Я заплатил за то, чтобы заполучить древние Свитки В которых Кухунг Описывает способ Приготовления эликсира Лечущего любые болезни Дарующего молодость И бессмертие Входи, воевода Он глух и нем, как камень Ты знаешь, Вазилия Царь одарил меня великой милостью Он сделал меня своим первым воеводой Ты знаешь, какое место я занимаю при дворе Но С некоторых пор По правой руке от трона Вместо меня Стоит этот книжник Библиотекарь Коста Царь стал слушать его советы А Коста ненавидит меня Большая власть и великие почести Всегда рождают Злобу и ненависть Но если ненависть моих врагов Поселится в сердце царя Меня ждет беда Мне нужен яд Яд, который избавит меня От позорной смерти От рук палача Великий Гиппократ завещал нам Не давать в руки непосвященных средства Способные привести к смерти Десять капель этой жидкости Достаточно, чтобы отправить На тот свет самого здорового человека Он умрет от одного запаха Но если Хоть одна живая душа Чтобы сохранить свою жизнь Люди готовы заплатить большие деньги Но за чужую смерть Они платят еще больше С reports Дверь Когда Это Ото К Дверь Ото Твое счастье, что ты глух и немой Услышь ты хоть слово, этот день стал бы последним днем твоей жизни У тебя новый слуга возили? Да, и как прежний, глух и нем Ты верен себе Сейчас ты пойдешь к царю Но я должен предупредить тебя, о чем царь будет говорить с тобой Я весь в внимании Царь хочет, чтоб ты взял себе учеников И обучил их своему искусству Я счастлив доверием царя, высокочтимый Коста Но я дал слово своему отцу, обучившему меня искусству врачевания Что передам знания только своему сыну У меня нет сына Мои знания умрут вместе со мной Царю не понравится твой ответ Если милость царя оставит меня Я покину страну Но ты же знаешь, что царь не захочет этого Хорошо, царь не будет говорить с тобой об учениках Коста Ты стал самым близким человеком к царю, мудрейший Коста Сегодня ночью звезды открыли мне Что тебе угрожает опасность Пусть это Спасет тебя от ненависти Которая подстерегает того Кого приближает к себе царь Если ты вдруг Почувствуешь внезапную боль в груди Прими это Благодарю Царь ждет тебя, Вазилий Наши отношения, мудрейший Коста Омрачены соперничеством Я через несколько дней отправляюсь на войну И хочу, чтобы в твоем сердце Не было ненависти ко мне Я с радостью слушаю твои слова, воевода Пусть эта книга Послужит Знаком примирения между нами Мне привезли ее из Италии Какой-то новый поэт Петрарка, кажется А не сейчас О, это бесценный подарок Мне нужно к царю У царя сейчас лекарь Но ты можешь пройти Я узнал тебя Продавец шарлатанских снадобий Пощади меня, господин Не выдавай моей тайны лекарю Встань Что заставило тебя пойти на это притворство? Я хочу стать лекарем Ты знаешь латыни и греческий? Ты читаешь медицинские книги? Нет, господин, я неграмотный Неграмотный? И хочешь стать лекарем? Я запоминаю название лекарств И таким образом учу буквы Чтобы таким образом научиться читать Тебе не хватит и всей жизни То, на что ты решился, дело великое, но трудное И не только Оно опасно Если Вазили узнает, что ты его обманываешь Это будет последним днем моей жизни Да Хорошо Я научу тебя греческому и латыни Я выучу тебя читать Нельзя, нельзя раскрывать этой книге, господин Благодарю, благодарю Я не останусь в долгу Радамир На, поешь А то заморит тебя голодом твой Лекарь Как прежнюю слугу Знаешь, придется нашу свадьбу отложить Я, по-моему, не обещала, что выйду за тебя Оказывается, чтобы стать лекарем Нужны годы Одних только Книг Знаешь, сколько нужно прочесть? Много Горы Ого Сто Может и больше Я не смогу видеться ни с тобой, ни с матушкой Ни с кем Много лет я должен буду молчать Потому что, если Базилий узнает, что я его обманываю То что? Он меня убьет Радамир Я боюсь за тебя Боишься? Послушай Идем с нами Я научу тебя, ты станешь актером Матушка говорит, у тебя есть способности Нет, Тодорка Я должен вылечить твою матушку Я дал клятву Мы завтра уезжаем из города, Радамир Неизвестно, увидимся ли мы с тобой еще Идем с нами Нет, Тодорка Я должен стать настоящим лекарем А тогда Тогда я найду тебя Где бы ты ни была Женюсь на тебе Только не говори нет А я и не говорю Вчерашний всегда Осыпается праздник Но память об этом Всего сегодня Нас дразнит Кричат огоньки Из вчерашнего счастья Которым 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 сегодня ты веришь Ты веришь от счастья Огонька Из вчерашнего счастья А в общем и целом Конечно не веришь Вчера это значит Захлопнутый дверь Субтитры создавал DimaTorzok Завтра придет К человеку И просто взрослеет любовь Как вчерашний подросток И солнышко плещет Блестит и блистает Но завтра Но завтра Но завтра Но без вчера Не настал Но завтра Но без вчера Не настал И солнышко плещет Блестит И блистает А в общем и целом Конечно не веришь Вчера это значит Захлопнутый дверь А в общем и целом Конечно не веришь Вчера это значит Захлопнутый дверь Захлопнутый дверь Савра�� А вон Снежие семьи Снежие рима Снежие лима Снежие лима Снежие лима Снежие лима Снежие лима К eyesore Крит bolts Кто это был? Радомир. Глухонемой. Слуга возили. А, глухонемой. А, глухонемой. Стой, Радомир! Стой, негодяй! А, да, ты глухонемой. Ты думал, что я умер. Нет, я остался жить. Но вспомнил меня. Вспомнил, гроздана. Это из-за тебя. Я прошел все муки ада. Война, плена, каменоломни. И все это время я мечтал только об одном. Увидеть тебя и отомстить. А теперь ты глухонемой. Эй, стража! Этот человек притворился глухонемым. Он нанялся к лекарю для того, чтобы ограбить и убить его. Арестуйте вошенника! А! 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 Видать, и вправду глухонемой. Что бы мы ни делали, он только мычит. А уж я-то знаю. Позовите этого. Подойди ближе. Еще ближе. Ты знаешь этого человека? Что ты молчишь? Или сам стал глухонемым? Я не знаю этого человека. Я ее увижу впервые. Это не он, я ошибся. Ах, смиряй! Я тебе покажу, мерзавец! Пошел вон, смиряй! Терпи, парень. Терпи. Если жить хочешь, терпи. Жаль, что ты не мой сын. Был бы ты мне сыном, я бы сделал из тебя великого лекаря. Лучшего лекаря в этом подлунном мире. Я передал бы тебе все свои знания. Знания. О, это власть. Власть, перед которой склоняют головы могущественнейшие князья и цари. Ты стал бы хозяином их жизни и смерти. Они бы несли к твоим ногам все свои сокровища. Чтоб только продлить свою жизнь. Хотя бы на день. Нет, жар еще не спал. Применим цикуту. У смертоносной цикуты холодная сила. Жизнью простился Сократ, принявший цикуту. Яд, если выпить. Но приложи к воспаленному месту. Исцелят. Бутон, пусто. Пусто! Это первый больной, которого я вылечил бесплатно Толста Чересчур фуда А это, наверное, злющая, как ведьма Это дочь франкского короля Аннабель, породнившись с ней Уберите их! Ну, кто знает, какие они На портрете она красавица, а на самом деле урод уродом И не надо мне чужеземных принцесс Я сам выберу себе невесту Сам Пошли Почему они кланяются мне? Даже скромный наряд не может скрыть твоих достоинств, великий царь Не называй меня царем Слушаюсь Отойдите, отойдите Оставьте нас в покое, оставьте Разве я похож на богатого человека? Нет, но они видят по твоему лицу, что ты добрый человек Да? Ну, хорошо, тогда дай им несколько монет Слушаюсь, сальц Вот вам, вот, вот и уходите Два озера, твои глаза, я в них окончу путь Я просто выбрать не могу, в каком не утону Кост, это чудо Кто это, девушка? Вероятно, это бродячие актеры Да Она, она, она прелестна Пусть ее приведут ко мне в дворец И оденут так, как заслуживает ее красота Я хочу, чтоб она предстала предо мной Я хочу, чтоб она казалась Стража, не медленно прекрати драку! Царь, ты ушибся, тебя ударили. Тебе больно. Всех казнить, всех казнить. Поднять руку на самого царя. Ты же сам хотел быть неузнанным, и они не узнали тебя. Да, конечно, ты прав. Я прав. Но все-таки. Идем отсюда. Пришел. А я ждала. Ну, что ты молчишь? Ну, почему молчишь? Отвык разговаривать. Радомир? Радомир! Ну, здравствуй. Вот и хорошо, что пришел. Узнал Тодорку, да? Он красавицей стала. Я видел ее во сне. Матушка, я пришел сюда, чтобы вылечить тебя, как обещал. А сможешь? Я не зря потратил эти годы. Я теперь знаю, как лечить твою болезнь. Госпожа Тодорка, я приехал для того, чтобы отвезти тебя во дворец. А что мне там делать? Царь желает видеть тебя. А откуда он меня знает? Царь однажды встретил тебя и был потрясен твоей красотой. Карета ждет тебя, госпожа. Да зачем я ему понадобилась? Об этом ты узнаешь во дворце. Ну, а как же я поеду в этом, что ли? Не беспокойся, госпожа Тодорка. Во дворце тебе дадут парадное платье, достойное твоей красоты. Мне дадут платье? Тогда я еду. Я скоро вернусь. Приступим к лечению. Конечно. Зачем откладывать? Ой, ты куда это мое платье тащишь? В печку. Вот еще. А домой я в чем пойду? Оно больше не понадобится тебе, детка. Унеси его. Это как это не понадобится? А что ж я в этом по улице пойду? Да меня ж собаки засмеют. Неужели ты ничего не поняла? А что я должна была понять? Царь выбрал тебя себе в жены. Теперь ты царская невеста. В жены? Вы жены? Так я вам и поверила. Выбрал. А меня он спросил? Успокойся, милая. Царской воле поперек не пойдешь. А если у тебя и был какой-нибудь парень, придется забыть о нем. Отсюда ей не убежать. Искать. Да, Виктодорка тебя любит. Не будем говорить об этом. Тодорка имеет право поступать, как хочет, матушка. Как бы мне хотелось, чтобы ты на нее не обижался. Трижды в день принимай эти лекарства. Я еще приду. Моя невеста умирает. Спаси ее, Вазиль. Пусть меня ставят наедине с больной. Я должен в тишине и спокойствии решить, какое лечение следует применить. Хорошо. Я верю, что твое искусство спасет ее, Вазиль. Смотри, смотри на нее. Не пройдет и двух дней, как ее не станет. Она обречена. Не понимаю, что значит эти растопыренные пальцы. Ты хочешь сказать клещ? Да-да. Она уснула в саду, на земле. Клещ проник в ухо. Отсюда мучительные головные боли, потеря сознания. Ты прав, глухонемой. Но как ты догадался? Впрочем, ты вырос в деревне, мог наблюдать нечто подобное. Однако ты умнее, чем я думал. Царь, я установил причину недуга, но операция, необходимая в данном случае, трудна и опасна. Она может лишиться слуха, возможно, жизни. Ты сказал, жизни? Да, царь, но если не делать операции, то через два дня ее не станет. Надо довериться в Вазилии, царь. Хорошо. Делай, как лучше, Вазилии. Благодарю за доверие, царь. Но если, несмотря на все старания, мне не удастся спасти твою невесту, ты не обрушишь на мою голову свой гнев. Обещаю, если ты исцелишь ее, то проси все, что захочешь. Любое твое желание будет выполнено. Благодарю. 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 Благодарю тебе с тобой. Ты заговорил, глухонемой. Ты не сможешь удалить клеща щипцами, учитель. Он слишком крепко держится своими лапками и челюстями. И ты смеешь назвать меня своим учителем? Помимо своей воли ты стал моим учителем. Замолчи! Нет! Пусть он говорит, Вазилий. Говори. Говоришь скорее. Нужно раскалить на огне иглу и проткнуть брюшко клеща. Лапки и челюсти ослабнут, и тогда ты сможешь удалить его. Дайте свечу. Свечу! Ты перехитрил меня, но знай, заговорив, ты произнес свой приговор. Через две недели ты сможешь сыграть свадьбу, царь. Проси! Любое твое желание будет выполнено немедленно. Казни моего слугу. Нет. Он достойн награды, а не казни. Разве это не он помог тебе вылечить мою невесту? Царское слово крепче алмаза. Казни моего слугу. Нет! Я не смогу этого сделать. Не хочу. Проси что-нибудь другое. Казни моего слугу. Царь! Исполни его просьбу. Но пусть Вазили это сделает собственными руками. Пусть он даст мне самый смертоносный яд. Но если я выживу, я приготовлю свой яд и дам его Вазили. Спастись от яда, изготовленного самим Вазили, невозможно. Мне жаль тебя. Но пусть будет так. Повинуюсь твоей воле, царь. Пей, ученик. Это медленный яд. У тебя будет время, чтобы подумать о том, как прекрасна жизнь. К вечеру тебя не станет. Я б хотел глухим родиться. Да, да, да. Я б хотел глухим родиться. Не беда. Да, да, да. Но зато бы не услышал. Да, 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 да. Что меня ты не полюбишь. Что меня ты не полюбишь. Что меня ты не полюбишь никогда. Я б хотел немым родиться. Да, да, да. Я б хотел немым родиться. Не беда. Но зато бы не сказал я. Да, 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 да. Что тебя не разлюблю я. Что тебя не разлюблю я. Что тебя не разлюблю я. Никогда. Не беда. Будь слепым готов я даже. Да, да, да. Быть слепым готов я даже. Не беда. Но зато на белом свете. Да, да. Да, да, я тебя бы не приметил, я тебя бы не приметил, я тебя бы не приметил никогда. Только это все напрасно, да, да, да. Слышу, говорю и вижу, вот беда. Слышу, говорю и вижу, слышу, говорю и вижу, слышу, говорю и вижу, но к тебе не стану ближе. Но тебе не стану ближе, но тебе не стану ближе никогда. Каждый врач, вступающий на путь врачевания, произносит клятву Гиппократа. Я произнесу ее перед вами. Клянусь считать человека, научившего меня искусству врачевания, своим вторым отцом. Клянусь направлять режим больных для их блага, согласно своим силам и разумению, воздерживаясь от причинениям всякого вреда и несправедливости. Клянусь никогда никому не давать смертоносного средства и не показывать путь для подобного замысла. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда только для блага больного. Клянусь. Я счастлив сообщить тебе, царь, что твоя невеста здорова. Она немного бледна, но это скоро пройдет. Ее уже одевают, чтобы она предстала перед тобой. Ты настоящий волшебник, Вазим. Доброе утро, царь. Как ты еще жив? Но что это значит? Это значит, царь, что пред тобой стоит замечательный лекарь, не менее искусный, чем наш Вазилий. Нет, этого не может быть. Ты великий лекарь, Вазилий, и ты мой учитель. Я стараюсь быть достойным учеником. Учеником? Нет. Ты коварно проник в мой дом. Обманом. Завладел тайнами моего искусства. Но ты еще не лекарь. Лекарь, я докажу, что ты мелочь и жалкий обманщик. Давай твой яд. Нет, я не допущу этого. Я не хочу лишиться такого искусного лекаря, как ты, Вазилий. Царь, я не могу покинуть посрамленным твой дворец. И нет такого яда, который я бы не мог преодолеть. Поверь мне. Хорошо. Дай ему свой яд. Это не может быть! Нет. 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 Это невозможно. Ты убил его. Ты убил лучшего лекаря, которого знает свет. Ты достоин виселицы. Ты можешь меня казнить, но я не мог убить своего учителя. Я дал ему чистейшей рыдниковой воды. Ты лжешь. От воды еще никто не умирал. Он не сделал ничего противоречащего твоей воле, царь. Дайте мне этот бокал. Это чистейшая горная вода. Мне точно такую доставляют водоносцы. И что, Вазилий умер от глотка чистой воды? Он умер, потому что поверил, что это яд, и не смог распознать его. Он умер от яда, который был в нем самом. Он умер от яда ненависти и злобы. Пожалуй, это правда. Ты не хотел его смерти. Царь! Прости меня, но я не смогу полюбить тебя. Зачем тебе жена, которая любит другого? Да, ну, я же не знал, что ты любишь другого. Не разлучай нас, царь. Без него я не проживу и час. Да, конечно. Но разве ты не хочешь стать царицей? Я не хочу стать царицей, государь. Царь! Я люблю его. Великий царь. Царь! А? Эти молодые люди достойны счастья. И потом, счастливый лекарь гораздо лучше несчастного. В его руках здоровье всех нас. Конечно, конечно. Я отпускаю вас. Будьте счастливы, дети мои. Великий царь. Я вновь хочу обратить твое внимание на франкскую принцессу Аннабель. Ой, нет, 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 нет. Взгляни. Взгляни. Они похожи друг на друга. Похожи? Как две капли воды. Ты находишь? Конечно. А да, действительно. Мне сейчас начинает казаться, что между ними много сходства. Глаза и нос, губы, душа. Душа, душа. А сказка фонарик, что светит в ночи для тех, кто при сказке сидит и молчит. И смотрит на сказку и верит, и верит, что в сказку ведут не поэты, а двери. Откроешь и выпьешь, откроешь и выпьешь, откроешь и выпьешь, и сказку увидишь. Мария, ты можешь ходить. Не могу. Это говорю тебе я, лекарь Радомир. Нет, не могу. Не могу. Ну, мам, встань. Да нет. Нет, 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 я боюсь. Встань. Я боюсь. Я не встану. Встань. Конечно, в нее не все вместе въезжают. У каждого сказка своя, не чужая. Теперь иди. Ты захочешь другим поделиться, другой тебе скажешь. Летешь, небылица? Я хожу. Да. Хожу. Да, да. И даже про двери, и даже про двери, и даже про двери не очень поверит. Да, 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 да. Конечно, у каждого тайные сказки, а тайные сказки не терпят от глазки, Там очень прекрасно, там очень опасно. А сказка она, а сказка она не бывает напрасной. Светла и печаль, светла и печаль, светла и печаль, светла и печаль, без сказки молчанья. Светла и печаль, светла и печаль. Светла и печаль.